С миром, Игнать Тихонович! С миром, Вячеслав Сергеевич! Все? Слышно, да? Хорошо меня? Хорошо слышно и видно хорошо. Слава Христу! Игнать Тихонович, вот от вас я ни разу не слышал. И сейчас, в последний месяц, особенно распространилось, можно сказать, как вирус распространился. Информация по интернету, везде говорится о коронавирусе. Вот мне с Европы даже родственники сейчас звонили, у них там, вчера звонили, у них вузы закрываются, школы закрыты сейчас. Рейсы не принимаются. Также в интернете я смотрел специалисты, интернет-специалисты по защите, киберзащите, говорят, что огромные вбросы в интернете происходят по эпидемии этого вируса. То есть, везде вбросы, то, что здесь заражены, там заражен, как будто это какая-то распространяющаяся компания. Объявлена пандемия этого вируса, то есть, она глобальный масштаб. Вот мне интересно, скажите ваше видение по этому вопросу, как к этому относиться? Ну, я всегда первый вопрос задаю. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я не против. Я не против. Надо отвечать. Ложись и помирай. Значит, чего люди забеспокоились? На духовное поле никакой вирус не заходит. Определенно. Но говорить, что ничего нет, были холеры, чума, и там разно были, и оспа, и уносило, ополовинило государство почти. Но с данным случая, здесь уже другое идет. Вот сколько где-то кричали о спиде. Почему за волки сейчас о спиде-то вообще нету? Какие средства отпускали? Нарисовали, как он выглядит от молекулы у него, там шар какими-то рогами. Ну, то, что сейчас, говорят, никакого никогда спида и не было. Его произвели от какой-то зеленой обезьяны в тундре, взяли где-то. Ну, а как-то да-да. Ну, есть такой фильм «Я легенда». Видели его? Да. Вот там она начинает выступление, говорит, что мы нашли такое лекарство, рак стопроцентно излечивает, но он вырвался из-под контроля. И теперь полная пандемия по всему миру погибает, но 12 миллионов остаются за забором, не погибают. Я говорю, давайте начнем отсюда. Положительный эффект 12 миллионов. И там где-то они холодок дуют, и на них не попадает вирус, распространяется капельным путем, без соприкосновения, воздушным путем. Что за 12 миллионов-то? Не знает. Я сразу раз скидываю. Смотрите, какая национальность это есть. Она только столько и есть. Ну, как говорят, золотой миллиард. Остальные ненужные едоки. В общем, если признать, что человек – это стадное животное по Марксу, то рассуждение правильное. А зачем? Показывают вот дети, которые невменяемые, там, калека. Во время Гитлера было пришел к власти, и вот он лежит, ребенок так вот. Он мучается, он других мучает и себя мучается. Если родился теленок ущербный, его сразу же уничтожают. Корова ногу сломала многодойно, ей не делать, ей не сделать, ее сразу прирежут. Нету лекарства. А как? Она наступит, она сломает ее, потому что тяжесть не выдержит. И вот здесь-то мы не знаем. Если человек – не стадное животное, тогда разговор по-серьезному говорить. Я схожу с позиции, если это стадное животное, ничего нету, плати деньги и прячься куда-то под землю. Это хорошо описывает Лев Толстой, крейсер Асанаты. Спранцовку в рот, говорит, и дыши ею, и водолазный костюм надевай, и все, чтобы посыпано было хлоркой. Ну, насмешка, конечно, а по-другому-то никак. Так, название, прямо корона, это кто-то сидел и выдумывал. Такой молекулы нигде нету. Где-то в Китае, в какой-то деревушке, там, и они в масках, я все слежу за этим. И они раздают Евангелие, и в масках везде, и то другое. А какое? В первую очередь, проявление – кашель. И кто бы на него обратил внимание, этот кашель? И какой-то вирус, если только человек пьет 27 градусов теплоты, а еще лучше и больше, он погибает внутри. Понимаешь, вот кто-то что-то рекламирует. Я начну дальше. Приезжает к нам в деревню, потеряевку, там ветеринар и говорит, а вы знаете, есть особая такая болезнь, называют болезнью, которую я даже в интернете не видал. И знаете, это такая зараза. Вот корову были, и отправлялись, и поэтому скотину всю забивать надо. Ты не будешь, приедут, забьют у тебя ее. И вывозить, только сжигать, но лучше им отдать. А потом сжигают сарай и дом хозяина, все. Потому что везде вирус. А было ли такое? Да, было. Объявили птичий гриб. И что в Алтайском крае, сейчас я могу маленько не точно цифру дать, но 430, кажется, охотников в Охотсоюзе, им дали задание диких ух от отстрелять. И они отстреляли. Птичи, погибают птицы, целые птицефермы. А никто не видел этих птицеферм. А вот это что? Это дикие утки занесли. И занесли плохо, да? И из тех уток, которых привезли, ни одной не нашли. А могли указать? Да могли указать. Как у меня в лагере берут на анализ палочка, которая с этой, ну, с ватой. И она ее там мне в суп наливает, а сама за ухом пощесала. А мне врачи говорят, что она делает-то? Она анализ ушей своих дает. Она должна там взять и не прикасаться, чтобы микробы не попали. Ну, дети ни один не болеет-то. А им надо лагерь закрыть. То есть этим очень сильно играют. Я беру как бы из разных моментов. Приезжает к нам глава, это, так сказать, заместитель главы администрации края, доктор медицинских наук, профессор Яков Нахманович Шойхет. Шойхет перевозится резник, который в жертву приносит там куриц, другое-то. Он мне когда-то делал операцию. Его послали расправиться с лагерем. Две машины. А почему? Я дал материал, его напечатали в российской газете. А российская газета, учредитель российского правительства. Это серьезная газета. И они сразу стали вызнавать, кто фотографии дал про наш лагерь. Нашли человека. И вот, он говорит, допрос мне учинили. А то ты ездишь? Александр Павлович Волобуев, который потерялся сейчас вот. Он говорит, я не давал снимок мой, но я не давал. Я не знаю, о ком речит. Кое-как от него отстали. А ко мне приехали. Они вы туда писали. Я везде писал. Потому что отбоя нету. И этот Шойхет мне и говорит. Посмотрели все, анализы взяли. Мы дали молока, воду, где... А мы боимся, нас заразят. И на этот, на колодец, который у нас там, около костра, надеты кожух железный под замком. И туда, чтобы ничего нельзя было спрыснуть. Я все обдумал это. И туда подъезжали пили, а теперь мы запретили. А ему открыли, попили районного параметра, Смирнов. Тот в рот не берет, как бы не отравиться. А он везде, на кухне везде все попробовал. И хлеба. И сидим на берегу, где мы... Вот крещение было. И он говорит. Игнатий Тихонович, а он мне операцию делал, говорю. Он меня очень хорошо запомнил. Как... Я расскажу потом, как он рассказывает, было это все. И он говорит. Есть болезни такие, что она не проявляет себя сразу. Она может проявиться уже через две недели. Вы не застрахованы. У вас нет ничего сейчас. Но сделать это могут. И вот я имею власть эту. Я могу закрыть любой ресторан. Пылинку одну найду и разведу это. А мне говорили одного. Это все дело отступления, как бы, этом. На базаре он работает. Павел, у нас, в которой визитка была, там, крещение Пупкова. Павел Педорович Безруков. А он предприниматель какой-то был. У него какой-то маленький такой столовая забегаловка. И у него бутылку-то взяли, а там осадок. И сразу штраф. Большие штрафы. И сразу она сидит, записывает. Молиционер-то ходит и видит у него грамот. Вот он считает благодарность Одесского лагеря Лапкина Игнатий. Так вы Лапкина знаете? Да я не знаю, говорит. Он говорит, я помогаю каждый год. Он зашел к секретарю этому. Не пиши ничего, не надо. Взял бумагу и вырвал. Но ты маленько смотри, что у тебя в бутылках. То есть, если защитник есть, никаких норм нет. А он меня знает хорошо. И знает, я перед ними выступал неоднократно. И его отношения хорошие. Я это как бы в круговую беру. Шойхет этот показал. Любое может закрыть. Любую болезнь могут придумать. Нету свинного гриппа. Свиня никогда не щихает. Нету. А было? Было. А коровье бешенство. Но она коровь будаться будет? Нет. Только определять они будут. Волшебники в белых халатах, как песня поется. И где кто это вышел? Грипп. Где-то. И снайперы с винтовками отстреливают коров в другом государстве. И в каком передовом, как Швейцария. И тогда одна Англия, которая все запустила. У нее теперь спрос на ее мясо. Все дальше пошло. Сегодня говорят, коронавирус уже нацеленный на не миллиарды, а на триллионы долларов. Во всем мире все раскрутка идет. Я христианин, я не могу лгать. И не могу бесцельно бояться. А вы что не верите? Не знаю. Мне не открыто. Я на себя не верю эту миссию. А если умрете? Я каждый день должен готовиться. А если были моложе? Тем более. А приезжают люди, которые... А вы? Ну не приезжает больной. Мы бы сказали, заезжать нельзя. Это нас ставит под угрозу. Ты был, нас всех начнут тут трепать где-то. К нам не приезжали. Сейчас в церкви, значит, руку священнику не целовать. Крест не целовать. Мне пишут, какая это жизнь. Не целовать. Там они прикрыли, иконы не целовать. Ну, сказали, не целуй, не умрешь. А это было еще раньше. У нас был здесь архиепископ Новосибирский-Барнаульский. Грек Павел, архиепископ. Маленький рост там такой. Ну, и дали указание закрыть там Прокопьевский храм. Потому что люди приходят. Он говорит, у вас сколько кинотеатров. Вот когда закроете все кинотеатры, тогда и мы церковь закроем. И все. В кинотеатрах-то тоже там берут и мороженое, и билеты касаются. И не отдал ни одного храма. А другой, который был, тот все сдал. А кто-то заболел? Не знаю. А вам не делали никакие прививки-то? Насильно когда-то. Тогда могли сделать. А так я из школы убежал, спрятался в канаву. Меня не могли найти. А они очень хотели поставить. Не надо, я боялся. А теперь, понимаю, это помогло мне. На будущее. Итак, существует ли на самом деле эпидемия, пандемия? Да, существует. Можно заранее давать. Вот сейчас у вас тут разговор шел в рулетке. Это не давать, то другое. Нет. Если обнаружено, почему не сделать это, прививку? Я не против. Но если явно видно, что она есть, и дымное обкуривание не помогает. А мы где ездили, попадали на такой ящер, коровья болезнь. Там заходишь, ноги надо, она не намочена, креолином там обтирать. В машину заходим. Я собаку спрятал, иначе ее не пропустят. Ну, они ее не увидели. Он лежал спокойно. Итак, сегодня вирус – это не собака. Его не спрятать. И вот сегодня, где они шумят, и вот такая компания идет, видно, слаженно действует. Мы умерли, которые заболели. А умер, от чего никто не знает, два человека. Как на свидетели Иеговы. У них умирает, переливание крови не дают, разобрались. За всю историю у них в России только один умер, и то неизвестно от чего. А которые сделали в Елисте, Калмыкии. 470 детей заразились ПИДом, если говорят правду. Шприцы оказались запечатанные и уже зараженные, как писали. Я говорю, я не ручаюсь так. Так и здесь. Делать я ничего не буду. Уколов не дам делать, прививку не дам. И в Потеряевке наши ребятишки нигде не участвуют. А кто желает? Свободный выбор. А какая, как болезнь? Пишут по-разному. С чего она возникла? Не пишут. Кто я обнаружил там? Ну, это какое-то там болотистое место. Город-то не такой-то и большой, но по нашим меркам большой. Чуть ли не шесть университетов. Там один выступал, говорил про это. Я ничего проверять не стал, меня это не касается. Но людям, если это есть и выдуманное, я легенда, фильм. Смотрите. И второе. Напряженное, так называемое, алармовое состояние. Аларм – тревога по-английски. Ну, вот так применили к этому делу. Пятаться надо, в намордники надеть надо. Это хорошо. Кое-какие пляжи прикроют, кое-какие ночные кабаре. А с церквами пока ничего нет. Только не целовать. Без этого обойдемся. А если закроют? Ну, что закроют? Дома будем молиться. Мы не боимся этого. Поэтому ответить на этот вопрос не положительно, не отрицательно. Но скажу. Если Бог допустил, плюс. Огромный плюс. Это полезно нам. Чтобы бодрствовали. А почему? А Господь говорит, нашлю болезни. Сумасшествие. Перечисляет, какие болезни прямо, которые были тогда. Сумасшествием поражу. И там скотина, мор падает. То другое было? Было. А где? В Египте. А потом в других государствах это было неоднократно. И надо. Меры какие-то принимать надо. Надо, если говорят, проверено. И я понимаю, что по-другому нельзя. Сказали, значит, просто ликвидируем вашу скотину. Но когда от инсеволитного клеща делали. А я работал как бы в лесу. Ну, там такая степь и все. Ну, и все. А он не дается. Я не даюсь. А почему? Заразиться. А что вы за меня страдаете? А здорово вы не заразитесь. Если я заболею, меня заберут. У вас же прививка есть. К вам не пристанет, зараза. Кое-как их успокоил. Я не даюсь никогда. А тем более сейчас. Зачем я нужен им? Никак. Поэтому, если люди меня спрашивают об этом коронном, коронованном. А может, он имеет связь с Кораном? Я не знаю. Ну, похоже, все это рядом слепилось. Нужно молиться Богу. А вы молитесь прямо о Корану? Не молюсь. Совсем не молюсь. Я говорю, надо молиться. А так как я молюсь о всем мире, о всех правителях. Начиная с Израиля, России и Украины, значит, я молюсь о благе этих стран, этих людей. А если заболеете, как слава слове Богу, как Ев, проказы, это была лепра, неисцельная болезнь. И что он исцелился, это было чудо. Он не мог исцелиться. Она неизлечимая. Сто процентная гарантия, что будет тело разваливаться на куски. А он выздоровел. И так и здесь. Смотрите, какое чудо Бог совершил с Александром Исаевичем Солженицыным. В коридор вынесли койку. Полностью пораженный. Четвертая степень. И вдруг поднялся. Эта загадка является по сегодняшний день. Может, кто-то передал лекарство. В Японии такой какой-то профессор Мэтсюде. Мэтсюде. Вакцину изобрел. Но тогда этого не было еще. Конкретно, я говорю сейчас о всяких разных болезнях, болячках. Это для пользы человека, чтобы Бога искали. Не прятались куда-то. 13 миллионов нас с собой не примут. У них железный забор. Да и правильно сделают. Бог силен подать помощь благовременную. А почему? У нас душа и тело помазаны кровью Агнса. И вход, и все помазано. Так что я не врач. Меня очень трудно обманывать, потому что я не врач. Слово врач очень похоже на то, что врать. Корень там. Поэтому я туда не стремлюсь к ним. А прибегайте за помощью. Прибегаю. Ложился. Я не мог шевелиться. У меня три грыжи раздавлены от тяжестей. На одну сделали операцию очень удачно. У меня свой врач в кровавой больнице меня быстро провел. И уже на четвертый день я уже в спортзале был. А они все еще на карачках стоят. Бог делает. Мне сделали, когда операция аппендицит. Я, кажется, на четвертый день уже домой пришел. Сел на пенек и все дрова перерубил. Ну, дрова были такие, как срезки с досок. Движение надо было. Инерция. Кровь разгоняет это все. А не так. А у него аллергия. Я говорю, а что это такое? Ну, знаете, это сопливит. Слезы текут. Ну, и пусть сопливит. Да у него аллергия на кошек. Мы молимся. Дверь открыли. Кошка одна зашла. Даже не зашла. Как заметали все. Кошка. Я этому человеку дал кошек довезти. Ну, и мы есть. Я говорю, я ее пущу. Он лежит. Он морщится. Родители его берегли от кошек. А моя кошка, ну, она залезла где-то там под сиденье-то. Когда вышли, когда потеряли, когда ехали до дома, я ее забрал. А он фыркает. Это такая зараза. Это дышать нечем. Она все обгадила. Я тогда вернулся назад. Я говорю, кошка не запачканная, и она целая. Покажи, где я сейчас уберу. Нигде ничего нет. Ну, как она могла тебя загадить, когда все открыто, и едем. Утром рано прохладно. Ну, ты же выдумаешь все. Ну, нет этого. На руках кошки никогда не держал. Это я бы сказал кошке. А у нас кошки с рук не слазят. Дружественные такие. Вот нынче Володя прокормил всю зиму, кажется, 11 кошек. Чужие 6 кошек. И там в подполе у нас сидят. Второй год кормим. Как сейчас растает, мы их выпустим, уезжаем, соседи кормят. Да, конечно, скажут дурные мужики. Дурные. Кошек сохранили. По-простому рассказать. Эпидемия. Вот это все относится к этому. Можно из любого цветка распылить что-то, и человек будет охать и ахать. Попил где-то. Ну, вот пример. Мы поехали. Из Барнаула доехали до Владивостока. Оттуда до Португалии, от Тихого до Антонтического океана. Проехали 6 мусульманских республик. Европу. Скандинавию. Прибалтику. Юг. Турция. И пили везде воду некипяченую. И убрали иногда она как кофе. Коричневая. Там женщины кричали, не пейте, мы ее не пьем. Тут отсаживаем там специальными кристалликами ее. Осадок, чтобы мы ее такую и пили. И собачка наша, собака, уже ураган. И мы. И ни один не закашлял, ни один не заболел. А почему? Такую воду надо пить непрестанно. Каждый день хоть помаленьку. Потому что Клыковым, когда приехали туда на Абазе, у них сразу трое умерли. Дмитрий, Савин и Наталья. Потому что они в этой среде изолированные были. Простых микробов не было. И они еще дизентерия. И все, умерли. Умерли все в один год. Осталось она с одним Карпом Иосифовичем. Ага, Пьетра. Так что такие микробы, которые могут нас порушить, а они рядом с нами. Ну а люди-то, есть еще такое даже пьеса, пир во время чумы. Если болезнь, они должны утихомириться, тихо вести себя. Никакого ничего нет. Это не наоборот, давай все равно помрем, хватают, пьют. Нужно сказать, что вино и прочее, оно, как говорят, не усиливает. А если спирт, может даже какую-то дезинфекцию немножко даст. Я не призываю пить, а к тому, что руки вымыть лишний раз не помешает. Поэтому от меня совета дельного, ну как профессора какого-то, не получите. А профессора все молчат, не знают что. Кто приехал в Украине, там куда-то они хотели поехать, и в машину знали, что к ним везут санаторное там где-то, два или три человека. Их камнями встречают, с ума сошли. Те не знают куда. Милиция сопровождает, полиция ничего не может сделать. К нам завезли заразу, это ваши дети. А что делать? Ну мы знаем примеры такие, когда люди умышленно шли работать среди смертельно больных, проказой. И остались живые, а иные умерли. Так и здесь. А вы пошли бы работать. Какой я работник, но если помогать где-то что-то, пошел бы. А все до одного больные. Ну если никого нету. Я-то, конечно, работник-то такой ужаховый. Пошел бы, даже нужды нету. А пошел бы я сейчас вот в армию, там призвали меня спасать раненых, пошел бы. Сто процентов гарантии. А раненые на минном поле, да разговаривать не надо. Шел бы, осторожно, полз бы. Ну, через какую-то материю, чтобы давление на мину не напороться. Прошел бы. Положить душу свою за други своя. Это высшая любовь, проявление. А сегодня, ну если бы врач, вот считаем, как там Коховы палочки-то были. Он сам себе, пастер, ввел и смотрел, как будет. Вот это точно так же. Я легенда. Мой ответ, он не понравится. Тогда вот я вышел, я приготовленный к этому. Я усилил молитву. У меня лучшее оружие, вот и чтение Библии. Я нахожу про больных, через поисковик нахожу. И там Аса болен ногами был. И взыскал врачей, а не Господа. А что, к врачу нельзя обращаться? Можно, Сирак говорит. 34 главе говорит. Можно. И разумный человек не будет пренебрегать. И написано, но согрешающий, да впадет в руки врача. Согрешающий в руки врача. Иной раз и в их руках бывает успех, иной раз не всегда. Так что никакого коронного, вроде последней перед войной, всем микробам микроб, и нужно что-то делать, не могу совета давать, но делать не буду. А вот сейчас прям настаивать. Не буду, говорю. Не буду. Запросим все, пусть взламывает. Это может быть уничтожение, лишний миллиард только оставить на земле, остальных подобрать к рукам. И будут придумывать какие-то трейлы, показывают. Я в это не верю. Кто-то с такой высоты бы рассеивал на нас. Все на учете. Воду пьют. И все. Как считаем, мы после войны, там, кого сильно гнали, они решили отравить. И уже все. Запустили некоторые, но не до смерти. В воду. Ощистительно. Я на водозаборных работал. Там легко отравить. Если есть туда проход, делать нечего. Высыпай. И все по трубам пошло. В каждый дом. А пить-то больше нечего. В деревне, конечно, труднее. Если колодец закрывается. Вот мой такой ответ. Под вопрос. Если есть, давай. Ну, поэтому, в принципе, для меня, я точно так же это и вижу, как вы, ничего тут нового нет. Но я разговаривал с доктором наук, биктимировая медицинских наук, и спрашивал, что вы скажете об этом коронавирусе. Она говорит, ну, по сравнению с другими вирусами, если сравнивать, ничего из него вообще нету. То есть его раскрутили. Если сравнивать с другими вирусами гриппа, он ничем не отличается, даже в некотором степени и слабее. Ну, и так информации никакой нету особой. Много разных информаций. Поэтому, действительно, здесь молиться и ничего не бояться. Что тут бояться-то? Если надо, если действительно есть какая-то угроза, то принимать меры. Ну, меры там скажут, а вы приняли бы, вот сейчас делают, ну, бешенство собаку укутило, принял бы. А энцеопалитные клещи укутило, уже видно, сразу бы принял. А то не надо, там, то-то, я вижу, спорят. Почему не надо? Написано, благоразумный человек не будет отвергать врача. Иной раз под этой иной я могу попасть. Врача три лекарства. Три. Это травы, слово и скальпель. Сегодня травы вообще нету, никакой одной химии. Говорить не могут они. Самые циничные люди, какие я знаю, это медики. Матершинники подряд. Цинники. Но в их руках иногда бывает успех. Что интересно, мне плохих врачей не попадалось ни разу. И, говорит, а второй-то раз операцию делали, тоже еврей был. А каноны запрещают. Ну, запрещают, это хорошо. Не ходите. А я вижу, что необоснованно. Это грозило, когда смерть. А тут мне близко знакомый, он еврей, доктор. И сделал операцию, я живой хожу уже 35 лет, наверное, с этой. Еще я буду говорить. Хулу на него возводить, оборони Бог. Я могу только молиться за него. Вот так. А вот смотрите, вот такой вопрос тоже. Вот, к примеру, в нашем случае. Вот у меня жена, да? Она не может забеременеть. И ее все, там, родители и прочее, ее говорят, иди, там, к гинекологу, там, иди, лечись, там, и прочее. Я, естественно, говорю, никуда не иди, что мы будем, ты здоровая. Не можешь и не можешь, знаешь, Бог не дает, нормально все. Не надо этим заниматься. Ну, на нее прям давят везде. На работе, иди, иди, то есть, все это там мирское. Что лишь бы ребенок родился, лишь бы, то есть, найти какого-то себе ребенка. Но я против. Вот как к этому относиться? Я вот против даже с точки зрения того, что, ну, гинекологи, это, они убийцы там практически все. Что я буду свою жену отдавать, убийцы какому-то? Он там тысячи человек убил. Мне зачем надо? Не надо, не надо. И делает такое, что она, может, на 20-й год, как у Исаака Ревекка родила, 20 лет молился, и Бог откликнулся. И Сара уже почти столетняя он был. А зачем? Тем более горе беременным, питающим сосами. А не горе, у кого детей нету. Нет. Почему? Да детей убивает каждый день 20 тысяч. Тебе надо, ну, возьми, это воспитывай. Вот сейчас показали счастливые люди, этот фильм поставили. Киржаки. То есть это наше природное и в горном Алтае. Они там берут ребятишек, не поймешь, чьи. Родители бросают, у них полудом. Воспитывай. Это я, вот, мое мнение лишь такое, что готова воспитать тебе легче. Намного. Они уже есть пять лет или сколько. Начинай работать, что Бог спросит. А которого так настаивают, дай, дай. Ну, Бог, да, значит, а что, как Релеева просила, получила. А дальше? А дальше петля. И здесь тоже. А зачем? Как мы кого почитаем-то? Если так разобраться-то, мы говорим о Христе, уже не будем говорить. Ну, апостолы-то. Разве мы не имеем права иметь жену, сестру, Павел? Говорит, можем. Но хорошо оставаться, как я. Нехорошо человеку быть одному. Это было в раю. А сегодня хорошо оставаться, как я. То есть быть одному. Или иметь помощницу. Это все пройдет, прогорит. А дети, представь себе. Вот он у тебя есть родился. И родился калекой. И все вокруг него задели. Мало калекой. Еще он, может быть, урод. Уродливый. Он ничего не понимает. А ты никуда не воздашь на опыты, подопыты. У тебя сегодня ни один вопрос такой не встает. Ложись, спи и вставай. Пост объяви. Они не нужны. Воспитывать их не дают. И ты не знаешь, кто это будет. Тем более вмешательство в то, что Бог закрыл. Они хотят эти двери взломать. Зачем? Я вот через кого обратился. Это Еремеева, Михаила и Анна. У них детей не было. А они начали испытывать там где-то. Ну, видимо, побудили это. Оказалось, не она виновата, а он. Он. То есть, мертвые живщики сперма. И все. А я тогда молился. Господи, мне так все нравилось. Вот я только пришел. И они какие? Дом открыт. Все едут к ним. Дай мне такую жизнь, Господи. И Господь так все сделал. Все. Под копирку. Только у меня... Я не был на войне, но у меня другая война. А он был в блокадном Ленинграде зенитчиком, кажется. Все остальное сходится. Так, ну, тюрьму я могу вполне применить к этому. Потому что там он герой был, а я-то забит. И потом так и реабилитируют. Вот и все. У меня были такие случаи. Я, может, слышали, рассказывал. Пригласили на брак. Они даже мне, люди близкие. И уже все нормально заканчивается. Повенчались они. Все. И тогда брат жениха берет два чулка, синий и красный. И говорит, кто за то, чтобы мальчик родился первый? Кладите деньги в красный. И по рядам пошел. А в синей этой девочке я так и ахнул. Да разве от чулка это зависит? Это что ты делаешь-то? И что, как Бог вымел? Не у него нету, и не у тот, кто с чулками ходил. Два родных брата. Они приезжают, помолиться надо. Вам Бог отвечает. О чем молиться? Бог закрыл. Такое время, когда ты его не воспитаешь, ты за собой-то не смотришь. Вот и весь ответ. Не надо в этом молиться. И успокойся. Благодари Бога, наоборот, за то, что нету. Это тебе Бог дал особую милость. Ты на сто процентов можешь работать. Ну, дети надо, чтобы... Бери сколько угодно, где нормальные дадут от кого-то. Но что будешь делать? Которые бросают детей. Вот я был в зоне. Ну, она там бывает где-то как-то с кем-то там, с охранником. Куда ребенка-то? Они издают. А бывают бездетные, которые охранницы. И она берет. Ребятички-то хорошие. Мне говорят, ни одного урода нет. Все нормальные, подвижные. Как только 16 лет, как сдуреют. Бегут из дома. То есть корень, кровь эта. Потому что она родила его от преступника. И сама сидит в лагере. Так что все имя-то ты взял. От кого взял? Ты не знаешь. Хотя бывает. Я вот у хозяйки был. Жил. Захарова Улита Григорьевна. В городе Искитиме. А у ней дочка. Не имеет детей. Но решили взять. В советское время. Они взяли его. От кого даже не знают. Вроде бы не сказали им. Учится хорошо. Заканчивает школу. Заканчивает медицинский институт. На отлично. Я сейчас не могу сказать. Но кажется, окурист. Да к нему отбоя никакого нет. Верующий бабка ему привела. Она говорит. Это ее внук теперь. Евгений, кажется. У меня, говорит, свои дети. Ни одного такого хорошего ребенка не было. Одна радость, говорит, с ним встретиться. Кроткий, смиренный такой. На работе ценит. Операции делает все время успешно. В нем цены нещают никакой. А он приемыш. Видишь, какие бывают моменты. Не так, что плохое нельзя взять. Нет, бывает наоборот. Вот эти воспитывают, берут детей. Это форпост в фильм-то показывает на границе. Так что, да как советуете, брать или не брать? Ну, тут сами решайте. Я не советую. Ну, ни одному человеку я не советовал и не советую. Сто процентов для Господа. На алтарь его положи, все. Да, я именно так. Я твердо в этом стою, и вы мне еще подтвердили. Да. Благодарю. Я имею опыт в этом деле. Я, который знаю, при мне были, женились. И парень хороший, и девушка. Жили, как выше благо, их нигде нет. Как женились, и как будто сварил кто. Такой активный был, ходил там, проповедовал. Женился, ничего нет. Конечно, не считая блудник, он пошел где-то искать на стороне. К слову сказать, вот который просился, пускай он заходит. Я писать не буду. А беседовать я побеседую. У меня времени даже нет на это. Да он сам, сам. Ну вот мне Бог дал такую жену, которой я спокойно... Мы можем вдвоем спокойно Богу служить, ни в чем себя не ограничивая в этом деле. И где такое, я и говорю, где такое ты еще найдешь? Такого никогда нигде не будет. Если ребенка родится, все, закончится это. Мы вот за последний год сделали такой рывок в духовном смысле, что все, все позади остались. Все, кто были наши близкие, все, они позади. И сейчас обратно туда опускаться, вот в это. Ну видишь, дорогой брат, я когда поставил задачу такую-то, быть одному-то, я поставил и другую задачу. У меня у отца было нас десятеро. Я у отца был самый похожий на него. Любимый сын, можно сказать. Я поставил задачу. У меня десять детей, но никто их не знает. Поэтому я на двух-трех работах работал, и всегда найти, где многодетные, и этих детей взять на абордаж. В одной семье, в другой, и не меньше десяти детей, чтобы было. Я так прожил жизнь. Так что это я одну сторону только. Ну тебе говорю, говорится, на ухо. Я эти меоты один с тебя высчитывает там бездетное, то другое. Ну вот эти кому-то помогают. А я заботился о тех, которые имеют детей. Притом так, чтобы ни в чем они не имели недостатка. И в продуктах, и в одежде, и в средствах. Меня за это и судят. Так нельзя жить. Вы себя не жалеете. А нет, ветер мимо пролетел. Только делов. До моего возраста священники, которые здесь были, все примеры, которые против меня воевали, ни одного нету. А я живу. И живу, и ни на что не жалуюсь. Ни на что. Скажи, чокаешь, сибиряк. Хорошо, вы мне хорошую такую мысль подали. Прямо радостную. Я тоже так не жалую. Ну, видишь, я мысль подал. Я о себе говорю. Первый раз, когда услышал, что надо десятину платить и благословение, Бог говорит, открой, испытайте мне десятины. А я сижу там, я ничего еще не знал. Но я работаю. Я работаю на корабле, у меня деньги, все есть. Я сразу подумал. Переменю местами. Девяносто мне, а одну Богу. А я сделаю так. Девяносто Богу, а одну мне. И прожил всю жизнь на этом накале. А вот из этого теперь, что отложено, конечно, я всегда уделял тем, которые имеют большие нужды. Но главное, на духовное развитие. У меня деньги большие были. Я работал печеньком. А это заработная работа. И ни разу не было, чтобы я дошел и ложусь спать, и у меня сухаря не было. Не было. Я экономист. Жена меня прозвала великий экономист. Там полена лишняя нет. Уголь, если я сидит, она за стенкой. Тут-то я могу. Если я когда один, моя температура падает чуть не до нуля. Почему? Через три дня я ведро угля сэкономил. Вы себя не жалеете, люди меня жалеют. Я благодарю за жалость, но я очень крепкий. И экономия моя мне ни разу не помешала посоветовать другими. Я молюсь об этом, быть экономным. Вот так. Бог провел меня через святую десятину. Я был обильно благословен Богом. А куда девали десятину? Баптистам нес. Где подпольно печатали Евангелие. И вы им доверяете на сто процентов. Как этот говорит. На все сто. Игнатих, мы сейчас, если Бог запланировали. У нас там старая дача есть. Недалеко от нас. Мы съездили недавно. Она уже заброшенная. Вся деревьями заросла. И мы думаем там все спилить, все сделать. И начать строить небольшой домик. Чтобы для чтения, чтобы можно было где-то собираться, помолиться. Чтобы в Казани людей находить верующих. И изучать Библию, Слово Божие, помолиться. И вот, может, какие-то советы есть по этому поводу дать. Я как раз так и жил. Но только вот строить и пускай где-то отдельно буду летом. Нет. Я все приспосабливал. Могу скинуть стихотворение одно. Я не указал, кто это так, что. А теперь она догадалась. А сама Нина Жолнирова, который в храм-то не пускает. И я у ней был и назвал Акулий полигон. И она по комнатам, на два этажа стала показывать. Я иду, вот здесь бы я койки поставил. Вот здесь бы занятия. Но я все распланировал. Я так и делал. Я жил на малых квадратах. И чтобы быть не одному. Обязательно были люди. Вот отремонтировали это. А вдруг раз в церковь приехал и остановить себя гнеде. А у меня есть где, пожалуйста. Чтоб сохранил, как хозяин. Было так. У меня не одна квартира. Тот за стенкой Добунов у меня 14 лет жил. Бесплатно. Никогда, за всю жизнь я не взял ни с одного квартиранта. А мне бог квартиры одновременно. Четыре квартиры дал. Четыре. Но сейчас уменьшилось до двух. И никогда не было пустующим. И никогда не было, чтобы это была мне прибыль. Но договариваюсь. Чужих не водить. По совету со мной я ничего с вас не беру. Быть как хозяином. Смотреть за всем, что здесь есть. Вот такие, брат, дела. Тут у меня опыт очень большой. За всю жизнь ни одной копейки. Ни с кого. И в пустой еще у меня ни одна комната никогда не была. Вдруг откуда-то человек. Даже не знаю. А почему ко мне обратился? Не знаю. А если это Баптист? Пущу. А если это свидетель Югова? Пущу. Мусульманин? Пущу. Ну, напишу правила. Всегда, как написано. Открыто не оставлять. И все проще. И без него к нему в комнату я уже заходить не буду никогда. Он у меня там. И все. У меня сейчас в Потеряевке ни один и ни два. Вот ты приехал, допустим, с семьей. Я тебе могу дать прямо одному. У меня есть тут. Когда лагерь-то закрыли, я сразу стал скупать, кто уезжает-то. И теперь мне легко людей принимать. Мы тут же перешли в другой формат. Нынче собираются некоторые там с ребятишками. Пожалуйста. Милости просим. Даст Бог. Да. Ну, планируем, если Бог даст. Да. Еще бы Головин приехал, хорошо бы. А вот поговори с ним. Второе захватить Шахматова. И вот этого Алексея-то, который смотрели, там, Федосов или как его? Андрей. Андрей, да. Не могу никак ему письмо написать. Не могу, не собираются. Чего писать, не знаю. Я ему пишу письма, а ему не пишется. А ему, когда только одно, доигрался с восстательным знаком. Он ничего не приобрел. Такие у него были там. Но только он шел все по-мирски, по Сергиевской декларации. И люди его любят. Так не пойдет. Если ты христианин, чтобы все тебя любили, этого не может быть. Ни апостолов, ни пророков, никого все не любили. Это любвист. Он все делает там с ними. Там с площадку устроил в школе, там другое танцует. Это никак. И там не помогли ему. Он сказал что-то, проклял, кто-то умер. Сейчас один такой выходит там. Ужас один какой-то. А, забыл рассказать. Помните Сергий Холодков, который приехал из Барнаула к нам, священник? Я вам присылал статью про него. Да. Вот. Его сейчас перевели. От Казани тут недалеко. Деревня есть, большие кабаны. И там храм. 350 лет храму. Где-то около 350 лет. И его туда поставили настоятелем. Поднимать там в деревне. Храм старый, древний. Я ему помогал. Я ему и десятину вручил. Он же только приезжий. Ему деньги нужны сейчас. Да, да. Я ему говорю, Игнатий Тихонович, вы знаете. Слышал, слышал, говорит. Ну и в общем я ему тут помогал. Несколько дней, можно сказать. Ну, один день. То есть мы отвезли его. Он там расположился. И там храм древний. И, видать, ему уже задачу поставили. Там его реставрировать. Там, не знаю, что-то красить. Ну и что там. Церковная лавка в храме. Я ему и говорю, что первым делом надо церковную лавку убрать. Если хотите благословение Божие получить. Да. Если, говорю, в отношении с Богом. Он говорит, о, говорит. Между мной и Богом, говорит, еще архиерей стоит. Он, говорит, не разрешит. Потом, смотрю, нету этого, баптистерия нету для крещения. Ну, говорю, ну вот, а следующее надо сразу же баптистерию строить. Потому что мы же, ну, если заниматься угождением, ну, архиерею, это одно. А если спасением души заниматься, то вот это первое, что надо сделать. Ну, он говорит, о, где деньги возьмут. Ну, в общем, там красить поставили. И самое интересное, что в этом храме, я первый раз такое увидел. Я вам фотографию сейчас пришлю, я сфотографировал. Статуя Христа. Христос сидит в монашеской одежде. То есть схимно, как будто, монашеская статуя Христа. И под ним тапочки много. Люди в этой деревне, оказывается, приносят свои тапочки и кладут туда. В храм прям под статую Христа. Ну, с какой-то целью. Такая у них традиция уже, говорит, много там, сколько-то десятилетней. Вы никогда не слышали о таких вещах? Потому что меня это вообще поразило. Это какое-то около язычество, что-то подобное. Тапочки под Христа класть. То есть со всей деревни приходят и тапочки кладут прямо в храме. Это такое есть, говорит. И комнаты, которые я там из Шерливков занимал. И когда я пришел, я узнал, я выбросил все, говорит. Выбросил. Вот так и поступи. Все выбросить, и больше разговора нет. Язычество стопроцентное. Это Спиридон Тремефунский. Каждый год его переобувает, а потом меняют. А он стоптал. А кто стоптал-то, неизвестно. Ну, надеть-то можно все сделать. Так что... Так-то ладно, у него на ногах тапочки. Так у него вот так вокруг все в тапочках лежит. Вот прям вокруг сотни тапочек. Вот такие горы тапочек. Их приносят сотнями, наверное. Ну, вы всех предупредите и сказать. И потом забирают. Если не заберете, предупредите всех в течение недели, чтобы разобрали и больше не приносили. Он же хозяин-то. Чего он так крылья распустил? Вот у нас бы принесли тапочки, да я бы разговаривать не стал. Вышвырнул и все. Вот тут и удивительно. Я ему говорю, он говорит, я же не буду эту традицию нарушать. Ну, все-то да. Я не пойду его вам. Это не тот человек. Не духовно возрожденный. Он на кого-то смотрит, как Андрей Кураев говорит. Для меня важно, что с архиерея. Для Игнатия не важно, что скажет. Он ни на что не смотрит. Сказано, говорит, это для всех исполнять обид. Собор, тем более наш. Для меня это обыденная жизнь, нормальная. Вот сейчас... Он хотел, чтобы я ему помогал. Хотел. Я ему сказал, я вам помогу только в двух вещах. Ой, в трех. Все, что касается проповеди, благовестия, все, что касается церковной лавки и этого, баптистерия. Вот только в этих трех я помогу. Во всем остальном помогать не буду. Вот сейчас я закончил. Вчера вот Новый Завет. И выбрано у меня в пятом томе все мои комментарии, подчеркивания. И 38 роликов получилось. Я вам скинул. Называется Новый Завет там. И именно в нем посмотри до конца. И я очень хочу, чтобы ознакомился, выбрал время, хоть по странице и в день считаю. Там 340, кажется, страниц получилось. Там высказано все. Это страшной силой обладает вот то, что там есть, но никто не досчитается на это. Комментарии. То есть я показываю... Какой том это? Это какой том? Да вы... Ну да, вы сами будете читать. В пятом томе. В пятом. Вот я лучше прям с тома прочитаю. Все, пятый том. Пятый. Там все, которые я слова говорил, Блаженов Эпилакто комментировал, все они собраны из трех томов туда в отдельно. Там все данные. А здесь получилось, вчера я закончил. Притом, видишь, чем удобно. Ну, допустим, ты работаешь, а включил, а громко насчитывает Сергей. Посмотри, на каждый ролик я сделал электронный адрес и все так их размножил. Вот так. Я прочитаю обязательно. Ну, получил, наверное. Посмотри там. Нет, нет, у меня все есть. Я же ко всему доступ имею. Я вчера рассылал, вчера. Вчера я закончил. Где каждый ролик, 38 роликов, как название, и какой адрес электронный. Уже вчера поставил, вчера выставил кое-как. И все теперь. Нашел. Игнать Тихонович, в Ютубе я же уже плейлист составил. На вашем канале заходишь, и плейлист нажимаешь, и там прям комментарии к толкованию Блаженов Эпилакто. И все вместе собрано. Ничего не надо даже никуда нажимать. Посмотрите. А мне-то, это, ко мне это как относится? Ну как, как вам? Это ваш канал, я на вашем канале. Вы когда ролики выставляете, я их сразу распределяю по плейлистам. И там все в порядке. То есть, вы зайдете на плейлист, там все в порядке находится. Комментарии в одном месте, это в другом. Вопрос там про болезнь в третьем месте. Все там уже распределено. Игнать Тихонович. Я подумал, что у вас с этим священником, Сергеем, ничего не получится. Не получится. Я и не думал, я им просто помог. Помог, и дальше выскажи. Скажи, батюшка, вот это вот для верующего, рожденному свыше человека, это поперек горла. Вы сразу же оповестите архиерея, все убирается. Будет говорить о десятине, чтобы люди платили. Торговля запрещена Христом. Если торговля есть, Христос еще не доходил до этого места. Он два раза выгонял. Вначале назвал дом торговли, а потом уже вертеп разбойников. Он не пойдет на это. А ты скажи, я видел храмы, где нет этого, напомни, где он был у нас. У нас нет ни копейки. Ну, висит ящик, повешай один ящик. Кому надо положить. И с тарелкой не ходить. Я все засвидетельствовал ему, все сказал и все на этом. Ну, хорошо. Все тогда, да? Ну, да, Игнат Тихонович, все. Тогда по вопросам. Благодарю вас. Спасибо, Христос. Пожелайте. Я вам сейчас скинул фотографию и вот ссылку на плейлисты. Зайдите, посмотрите. А тут сейчас выплывала фотография. Это не он? Вот это как раз таки это статуя Христа. Ну, ладно. Посмотрите. Никогда такого не видел. Если такое там творится, то что в головах-то творится? Ну, ни на кого не надо смотреть. Господь мой. Вот я когда считаю псалтырь. Вот, допустим, 118 Псалом. Его рекомендуется каждый день считать. Я мысленно с Давидом пребываю. Хочу проникнуть, как он сидел, как говорил, как смотрел. Скажет, а зачем? В общем, я очень глубоко погружаюсь в слова, которые синонимы. 176 стихов, а слово Библия там 185 раз. Оно называется то уставы, то законы. То есть разными словами называют то слово твое. Я занимался специально этим. Он весь на великой любви к Слову Божию. Он прям вдалбливает в голову, чтобы человек за него любил в Слову Божию. Так что, о чем мы говорили, крепко это держи. Ну, еще сейчас я принимаю за этот ролик, буду ставить. Благословляй. Все, аллилуйя. Слава Хребе.